МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из начальников в подсудимые. Приговор по этому делу от общественности скрывать не будут. В суде рассматривают дело бывшего работника администрации. Массовое ДТП. На улице Гагарина столкнулись 6 автомобилей. Есть пострадавшие. И мошенник, и террорист. Осужденный за мошенничество оказался бывшим лидером группировки «Исламский Джамаат». Нетипичные пешеходы. Нижнекамские автолюбители сняли переходящих дорогу лосей. От сердец на высотках до музыкальных открыток. Как Татарстан поздравил Рустама Миниханова с юбилеем. Впереди продолжение сезона. Футбольный нефтехимик завершил заключительный тренировочный сбор. Подведем итоги дня в прямом эфире в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Обвиняется в краже миллиона рублей. В суде начали рассматривать уголовное дело экс-начальника управления по делам молодежи и спорту. Чиновник обвиняет в том, что, пользуясь своим служебным положением, он совершил ряд махинаций, присвоив себе крупную денежную сумму. Чем закончилось первое слушание, расскажет Наталья Лушникова. Я прошу средства массовой информации покинуть зал судебного заседания и рассмотреть данное уголовное дело без освещения средств массовой информации. Ходотайство обвиняемого при поддержке его адвоката суд решил удовлетворить. Поэтому первое слушание для нашей съемочной группы закончилось, так и не начавшись. Сегодня средства массовой информации попрошу покинуть. Дальнейшее обсуждение будем индивидуально по поводу окончательного решения, какое решение будет принято по обстоятельствам дела. Тем не менее, о деталях преступления нам стало известно из материалов уголовного дела. По версии следователя, весной 2015 года обвиняемый, будучи начальником управления по делам молодежи и спорту, совершил ряд махинаций, в результате которых присвоил себе свыше миллиона рублей. Пользуясь служебным положением, чиновник дал указание своим подчиненным собрать родительские взносы за приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря «Заря» и «Кама», минуя кассы. А также организовал поставку в лагерь «Заря» сувенирной продукции и бейсболок, которая по факту оказалась лишь на бумаге. Дети их так и не увидели. По решению суда, наша съемочная группа вынуждена была покинуть зал судебного заседания. Однако, нас заверили. Приговор по этому делу от общественности скрывать не будут. Наталья Лушникова, Ринат Харасов, Новости НТР. Нижнекамский осужден и оказался бывшим лидером Азнакаевского крыла террористической группы «Исламский Джимат». 58-летний Нафис Калимулин по кличке Дед Нафис еще в 2004 году был осужден Верховным судом республики за преступления, связанные с терроризмом. На 10 лет колонии строгого режима. После освобождения мужчина находился под вниманием ФСБ, поэтому и удалось предотвратить следующее преступление. Калимулин хотел похитить немалую сумму у жены одного заключенного. Он пообещал, что поможет освободить его из тюрьмы за 210 тысяч рублей. Но, конечно, делать этого не собирался. После того, как деньги были переведены мошеннику, его задержали. Нижнекамский городской суд приговорил Калимулина к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пожилая нижнекамка Мария Петровна Фролова потеряла память и не помнит, где живет. Пару часов назад она пришла в общественный центр микрорайона на Бызова-9 и попросила о помощи. Посмотрите внимательно на лицо этого человека. Со слов бабушки, она живет возле какого-то большого универсама вместе с внуком. Его зовут Роман. По некоторой информации, она может проживать на Мира-3. Если вы знаете ее, то просьба позвонить по телефону, указанному на экранах. Сегодня некоторым жителям четвертого дома по улице Южная пришлось в спешке покидать свои квартиры. Дело в том, что в одном из подъездов на седьмом этаже произошел пожар, на тушение которого приехали три пожарных расчета. Специалисты справились с огнем быстро, после чего за дело взялись пожарные дознаватели. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Сейчас хозяева квартиры устраняют последствия пожара, а соседи и очевидцы до сих пор под неприятным впечатлением. Я дома была, у меня стенка трещала кухняная сторона. А этот, думаю, что... А потом запах пошел. Сюда выходил этот подъезд, у них дым валил. Провод вроде горит. От старенькой «шестерки» до новенькой «Кии» – это не перечисление участников автопоказа. Речь идет о массовой аварии на улице Гагарина. В ДТП столкнули сразу шесть машин. С места событий мой коллега Ильнар Нуреахметов. «Сузуки», «Приора» и три автомобиля, которые просто стояли на парковке. Это «Калина», «Десятка» и «Шестерка», которые буквально смяло. И, конечно же, виновник данных ДТП – это автомобиль «Кия». Шесть автомобилей, и вы участвовали всего лишь в одной аварии. Водитель «Сузуки» прямо на стекле своего пострадавшего автомобиля воссоздает хронологию ДТП. «Траекторию, вот объясняю, вот здесь могу нарисовать, если непонятно. Приора, Сузуки. Он таранит Приору, таранит Сузуки, стоящие машины вдоль дороги и влетает в эту кучу». Машина этой девушки тоже пострадала в аварии. Автомобиль стоял на парковке, а ее владелица была на работе. «Мне знакомая сказала, что ДТП я понашла, смотрю». «То есть даже не в движении вот так вот у вас получилось?» «Сюда просто в стоячую машину въехал. Задели, так скажем, неплохо». А вот этот железный конь принял главный удар на себя. Ему пришлось останавливать разъяренную машину. Как выяснилось позже, этот автомобиль стоял здесь давно. Хозяина у него нет. «Я шестерки, знаю хозяина». «Шестерки, позвони пусть придет». «Он не придет, он на кладбище». «На кладбище? Ну и вот жизнь такая, видишь, хозяин машины на кладбище, машина». Нашей съемочной группе удалось поговорить и с очевидцами, которые вытаскивали пострадавших. Они рассказывают, водителю Киев стало плохо уже во время движения. «Водитель Киев-Рио потерял сознание после светофора. Кидали газ, нажал, и отключился. Вот вытаскивали водителя и бабушку. Вот его пока вытаскивал, пытался с ним говорить. Тяжело ему было, тяжко приходил. Вот товарищ бабушку вытаскивал. Я потом, пока его вытащил на улицу, он побежал глушить машину. Все, все, соединились, заглушили машину, дымилась. Ну ладно, все, пошло же». По уточненным данным, у водителя Киев случился приступ эпилепсии. После столкновения его сразу же забрала карета скорой помощи. А вот пассажирка этого же авто от госпитализации отказалась. У нее ушиб грудной клетки. Ильнар Нуре Ахметов, Рафаэр Акипов, новости НТР. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло минувшим вечером на пересечении дорог Мира-Урманче. Водитель девятки, проезжая перекресток на желтый сигнал светофора, который является запрещающим, совершил наезд на мальчика 2007 года рождения. Маленький пешеход вышел на проезжую часть, когда для него горел зеленый свет. А в результате ДТП мальчика достали в детскую больницу с предварительным диагнозом «ушип левого бедра». И в продолжение темы наездов, дорожные полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП. 8 февраля, примерно в 11 часов 40 минут, напротив дома Шинников 13А, водитель серебристой Киарео совершил наезд на 29-летнюю девушку. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем очевидцам этого наезда и просят их незамедлительно позвонить по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах. Большой спор возник у жителей Камских полян с хозяевами одного из магазинов. Владельцы решили отапливать торговое помещение самостоятельно. По мнению жильцов ближайших домов, такой способ отравляет воздух. Недавно в Нижнекамске тоже был такой прецедент, когда турецкое кафе загрязняло воздух на улице Юности. После проверки Роспотребнадзор общепит закрыли. Нашлись ли нарушения у предпринимательских полян, расскажет Алмаз Кашаев. Камнем преткновения стало печное отопление торгового помещения. Близлежащие дома задыхаются от дыма и запаха. Новый магазин построили недавно. Подключаться к общему отоплению запретили. Это приведет к большим нагрузкам и снизит теплоотдачу в соседних домах. Помещение решили топить каменным углем. Мы бы с удовольствием газу подключились, но газа нет у нас в Каннский полян. Электричество очень слишком дорогое. Альтернатива вот уголь. Ну, есть еще, конечно, на мазутах всякие печи. Они сами и печи дешевые, и мазут можно найти. Но это будет, как говорится, вред экологии. Ситуация спорна еще и потому, что никаких нормативов хозяева магазина не нарушает. Единственный запах, который стоит в момент топки печи. Даже экологи приезжали, брали замеры, все брали. С ними я тоже так общался. Они говорят, ну, в данном случае по экологической части сам, говорит, альтернативу лучше не найдешь. Это, говорит, более-менее и щадящие, как говорится, для экологии, и населению не будет никакого вреда. Эта практика не новая, говорит Рашид Мурзин. Многие магазины экономят на энергии и топят самостоятельно. Владелец магазина считает, что жильцы возмущаются не столько из-за запаха, сколько из-за личной неприязни. Здесь вот есть один-два заводилок, которые самостроительство и пишут, и пишут. Сюда уже по этой, насчет этой печи приезжали пожарники, даже участкового вызывают. Всех, кому не лень. Ну, вот просто не хотят, не дают работать. Некоторые спокойно относятся к этой ситуации. Магазина бытовой техники в поселке давно не хватало. За бытовыми приборами приходилось ездить в Нижнекамск. Нормативов, которые могли бы регулировать этот вопрос, нет. Отдельное здание имеет право отапливаться углем, тем более, что экологические замеры никаких вредных веществ или их превышения не выявили. Жильцам домов и хозяину магазина нужно искать компромисс. Алмазка Шаев, Максим Липин, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили по телефону наши телезрители. И если у вас тоже возникли проблемы и вы хотите о них рассказать, то можете связаться с нами по номеру 40 07 70, а также посредством нашего сайта, его адрес ntrdefis24.ru. Весна в село Тавель Нижнекамского района пришла, не считаясь законами природы. То есть не как сегодня у всех, а почти три недели назад. Именно столько времени по улице текут ручьи, только не весенние, а коммунальные. Из-за порыва центрального водопровода возле дома местного жителя Андрея Ионова даже образовалось небольшое озеро. Все попытки мужчины решить эту проблему успехом не увенчались. Мы выяснили, что ликвидировать эту аварию должны сотрудники жилком сервиса. В разговоре с нами его директор Артур Хамхоев пообещал, что порыв устранят в ближайшие дни. Епископ Чистопольский Нижнекамский пармен призвал нижнекамцев поститься. Архиерей совершил объезд приходов благочиния нашего города. В церкви Казанской иконы Божьей Матери он провел великопостную службу. В день перед Великим постом читается покаянный канон святого Андрея Критского. Епископ поздравил прихожан и призвал поститься, ведь это лучшее время для покаяния и сближения с Богом. Напомню, Великий пост продлится до 15 апреля. Вместо вкушения, которое сегодня нам предопределяет гость, скромное, полезное и в малом размере приятие пищи, то здесь мы можем насытиться в большей степени духовной пищей. Ведь пища духовная, телесная, она является составляющим умиротворением наших потребностей и наших возможностей. Они лучшие, но за их показатели медали никто не дает. Сейчас речь пойдет о людях, которые каждый день стоят на защите наших прав. Специалисты местного управления Роспотребнадзора, которых по итогам года признали лучшими в республике, рассказали, кто является основным источником загрязнения воздуха и чего не хватает дошкольному образованию. Такая похвала должна вызывать радость у тех, кому она адресована. Но кажется, что для нижнекамских специалистов Управление Роспотребнадзора – это не новость, а констатация факта. Для того, чтобы быть первыми, ничего сверхъестественного они не делали. Просто выполняли свою работу. И делали это хорошо. Высокие такие позиции вы сохраняете постоянно. И это, наверное, является результатом вашей высокоэффективной работы. Работа была проделана колоссальная. В разных сферах сотрудники не только находили нарушения, но и пытались их устранить. А делать это зачастую приходится не только обычными предписаниями, но и штрафами. Без них, увы, никак. Работа идет не только с ответчиками, но и с заявителями. К ним особое внимание. Активизация судебной защиты граждан, исковая активность как по защите прав потребителей, так и по санитарным вопросам. А также необходимо налаживать конструктивную работу по организации внеплановых проверок с прокуратурой. Итоги работы пестрили информацией. Так, к примеру, сегодня было заявлено, кто является главным загрязнителем воздуха в Нижнекамске. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории города Нижнекамска и Нижнекамского района является деятельность биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» и деятельность крупных нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Нижнекамского промышленного узла. Говорили и о молодежи. После проверок оказалось, что ряду детских лагерей требуется ремонт. Это «Заря», «Кама» и «Олимпийц». После перешли к образованию. Некоторым сельским школам не хватает базы для комфортного обучения детей. Много замечаний по обеспеченности холодильным, технологическим оборудованием, оснащенности санитарно-техническими приборами в групповых помещениях, цехах, пищеблоках, прачечной, обеспеченность чайной, столовой посудой, кухонной посудой, игровым материалом. Также имеются вопросы по оборудованию игровых площадок, теневых навесах и благоустройству территории. Все эти истории вскрываются не на пустом месте. Проверки начинаются после обращения граждан. Только за прошедший год было возбуждено более тысячи административных дел, и активность жителей города растет. А значит, сотрудникам службы придется работать в еще более усиленном режиме. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В первый день весны проснулась не только природа, но и ее обитатели. Нижнекамские автолюбители сняли, как стадо лосей переходит дорогу, ведущую к Майдану. Водители в своих комментариях предлагают быть осторожными на трассе, ведь зверь может выбежать из леса неожиданно. Сегодня, к счастью, обошлось без происшествий. Автолюбители проявили солидарность, притормозили и терпеливо ждали, пока животные перебегут дорогу. Проспект Химиков или Мира, Строители или Сюмбике, Лесная или Гайнулина. Нижнекамцам предлагают выбрать центральную улицу города и поделиться своими идеями по ее благоустройству. На сайте monogoroda.rf стартовало новое голосование. Принцип предельно простой. Выбираете центральную, по вашему мнению, улицу и предлагаете свой вариант улучшения. Адрес сайта вы видите на своих экранах. Голосование продлится до 15 марта. Завершен сбор идей горожан по благоустройству Нижнекамска. Напомню, каждый мог предложить свой вариант по улучшению инфраструктуры. Среди лидеров такие идеи, как обновление дискоцентра, реконструкция дома ветеранов, площади Лимаева, городского пляжа. Проголосовать за понравившиеся идеи еще можно также на сайте monogoroda.rf. Что такое лист Мебиуса? Какое иностранное слово чаще всего используют в своей речи взрослые? А какое дети? На эти вопросы пытались ответить юные исследователи. О республиканском конкурсе «Дебют в науке», который прошел в Нижнекамске, расскажем далее. Хотя для Анастасии Климина это первые шаги в мир науки, она с полной уверенностью раскрывает тайну листа Мебиуса. Делается он из обычного листа, один конец которого перекручивается и склеивается с противоположным. Так получается лента бесконечности. Анастасия, работая с листом Мебиуса, получила весьма удивительные результаты. Что если мы склеим обычное кольцо и лист Мебиуса и все разрежем пополам? Я не знаю, как это получилось, очень удивительное свойство, но у нас получится либо прямоугольная рамка, либо обычная квадратная рамка. Это в зависимости от того, какую длину вы брали. Если Анастасия блеснула в секции под названием «Занимательная математика», то Роман Татарский стал героем в секции «Счастливые иностранные». Юный исследователь установил, что взрослые чаще всего употребляют в своей речи иностранное слово «смартфон», а дети – компьютер. Самое большое количество затруднений вызвал англицизм блокбастер, ничего как у детей, так и у родителей. На конкурсе было 9 секций, где школьники с 1 по 7 класса перед строгим жюри защищали свои работы. В сегодняшнем конкурсе участие приняли лучшие те, кто с успехом прошли изональный этап. Было отобрано, так сказать, самые лучшие, потому что было более 400 работ, сейчас осталось 230. Детям будет достаточно сложно. Почему? Потому что в секции 12 человек. Из 12 будет только один победитель, одно второе место и одно третье место. По итогам конкурса нижнекамские ребята завоевали 64 призовых места. Дебют в науке проводится в нашем городе уже в восьмой раз, и жюри отмечает, что с каждым годом он становится только популярнее. Алина Кадряну, Алина Пантелеева, Ренат Харасов, Новости НТР. Бытовые предметы 19 века, советская документация, денежные знаки разных периодов. Это и многое другое можно теперь видеть в 15-й школе. Там открыли краеведческий музей. За 38-летнюю историю учебного заведения здесь никогда не было музеев, потому открытие этого – событие знаковое. Экспонаты собирали усилиями как педагогов, так и учеников школы. В дальнейшем они надеются на пополнение коллекции. Увидеть быт наших дедушек и бабушек смогут не только школьники. Вот собрали первый материал, который размещается в этой небольшой пока комнате. Мы надеемся, что со временем музей будет расти, развиваться и станет центром патриотического, краеведческого воспитания наших учащихся и молодежи микрорайонов. 1 марта наша республика не только радуется первому дню весны, но и поздравляет своего президента с юбилеем. Рустаму Мениханову исполнилось 60 лет. Высокоэффективный управленец, грамотный политик, добродушный человек. Сегодня нижнекамцы поздравили главу Татарстана с днем рождения. Предлагаю послушать, что они ему пожелали. Пожелание здоровья, пожелание, чтобы Татарстан процветал, чтобы все было хорошо. Дай Бог ему здоровья, ему родным тоже. Хороший, уважаемый президент все делает для республики. Глава республики, по-моему, здесь все сказано. Надежда на лучшее будущее, надежда на какие-то льготы, надежда на мир хотя бы. Потому что у нас республика многонациональная, и я думаю, что он гарант стабильности. Здоровье ему, терпение. Все-таки такой регион у нас развитый. Хотим пожелать здоровья и сил, чтобы управлять этим замечательным краем. Оригинально поздравляли президента в столице республики. Одними из первых это сделали студенты КФУ. Вуз украсили огромным сердцем. Первые фотографии с подготовки этой акции появились еще ночью. Еще один оригинальный подарок Рустам Миниханов получил от камерного оркестра «Ля Примаверра». Музыканты подготовили небольшую видеооткрытку. Оркестр сыграл мелодию «Happy Birthday to You» с элементами татарской народной музыки. С днем рождения, уважаемый Рустам Норгович. Ни для кого не секрет, что Рустам Миниханов активный пользователь социальных сетей. Поэтому жители Татарстана разместили в Инстаграме видео поздравления, которое получилось веселым, душевным и по-весеннему легким. Президент поблагодарил всех, кто поздравил его в день рождения. Наш президент энергичный. Наш президент смелый. Человек, который является для меня примером. Щедрый. Пунктуальный. Стильный. Супер харизматичный. Наш президент очень самодостаточный. Он очень искренний человек. Я его люблю. И мама его моя любит. И сестра моя любит его. И мы всегда можем на него положиться. Он поддерживает студенчество. Кстати, шутит очень смешно. Вот. Рустам Нургалиевич. Человек с неиссякаемой энергией. Честный. Трудолюбивый. Четкий. Надиозный. Отзывчивый. Он веселый, как я. И новоцелонный. Просто в общении, но с уроком обращения. Самый спортивный. Он играет в хоккей, как и я. Он очень крутой. Он наш. Бой, одной. Наш президент, он и есть Татарстан. Присоединяясь к поздравлению, мы передаем слово нашему спортивному обозревателю Кириллу Давкаеву. Он уже в студии. Здравствуйте, Вадим. Да, действительно, в этот день президента поздравляет, пожалуй, вся республика. Не удивлюсь, если присоединятся наши спортсмены. Тем более, что Рустам Нургалиевич со спортом, что называется, на «ты». Но вот о достижениях наших спортсменов расскажу в своем блоге буквально через пару минут. Ну, тогда нашим телезрителям остается не переключаться. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Сегодня в новостях спорта подтвердили звание фаворитов. Нижнекамские полицейские отметили 23 февраля традиционным турниром. Закамский в Нижнекамске. В городе пройдет турнир по бильярду. Об этом не только сразу после рекламы. В автоцентре «Марка» невозможное. Возможно. Купи новый «Ниссан» 2017 года по прошлогодней цене. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Ура! Выставка распродажа. Тюли, портьеры, органза, печать, вуаль. Возможен индивидуальный пошив. ДК «Альфа». Только с 1 по 9 марта скидка 15% на всю продукцию «Ника». Город Ижевск. Стремянки, гладильные доски, сушки для белья, обувницы и многое другое. Тысячи мелочей. Проспект Мира, 105А. Волшебный день весны 8 марта. Вы за подарком в Эссен. Загляните. В честь праздника в гипермаркете Эссен. Набор «Джонсонс», лосьон, мыло и гель для душа всего 149 рублей. Только с 28 февраля по 8 марта. Сломался компьютер. Что же делать? Звони в «Фикс-Смарт». Это ремонт компьютеров профессионалами с выездом на дом, без обмана и по выгодным ценам. Телефон в Нижнекамске 488-321. «Фикс-Смарт». С нами опыт. Каким будет ваш сын, когда станет старшим? Будет ли он любить спорт и как хорошо у него получится тренироваться? Станет ли он играть в футбол с отцом или будет гонять мяч с друзьями во дворе? Для него будет что-то интереснее компьютера и телевизора? Куда он направит свою энергию? Задайте эти вопросы нашим тренерам на пробной тренировке. Запишитесь на бесплатную тренировку прямо сейчас. fsjunior.com На телеканале НТР обзор спортивных новостей. Футбольный «Нефтехимик» завершил учебно-тренировочные сборы в преддверии второго круга фонбэк перенства России. Прошли они в Турции, где наша команда провела 8 игр. В четырех из них были одержаны победы. Два раза команда сыграла в ничью и два раза уступила. Поверженными остались Перин, Иртыши, Вит, Джорджа и Минск. Сегодня подопечный Юрид Кульбаева отправились в Казань, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата. Матч 25-го тура Перинства ФНЛ «Нефтехимик» «Зенит-2», запланированную на 8 марта, пройдет на стадионе «Рубин» в Казани. Начнется в 14.00 по московскому времени. В честь 23 февраля в спортивном зале Нижнекамского ВД прошли ставшиеся традиционные соревнования по волейболу. Этот турнир проходит регулярное количество команд, практически всегда одинаковые, это 6-7 коллективов. В этом году в Нижнекамск не смогли приехать представители Камских полян. Тем не менее, накал борьбы был высокий, играли команды в двух подгруппах. Тройка лидеров в каждой из них провела стыковые матчи. Победителю требовалось взять верх над соперником в двух партиях. У нас, как сказать, фаворит, он всегда один. Это сборная ветеранов, которые у нас регулярно тренируются по два раза в неделю. Именно по волейболу. Они считаются фаворитами. Но в прошлом году внутренняя служба дала достаточно хороший отпор команде ветеранов. Я думаю, что в этом году тоже будет достаточно неплохая финальная встреча. В итоге в борьбе за золото на площадке встретились ветераны и внутренняя служба. По итогам трех партий побед удержали ветераны. У внутренней службы серебро, бронзы между собой. Оспаривали следственное управление и ГИБДД. Здесь судьба призового места также решилась в трех партиях. Третье место педестала почета достало следственному управлению. Нижнекамск готовится к крупному бильярдному турниру. После перерыва в городе пройдет второй открытый турнир по русскому бильярду Кубка за камень на призов Толегии. Дебютные соревнования показали высокий интерес к турниру не только бильярдистов Нижнекамска, но и многих городов Татарстана, а также других регионов по Волжье. Если в первый раз уровень участников ограничился кандидатами мастера спорта, то на этот раз таких ограничений нет. Принять участие может любой желающий, вне зависимости от квалификации, будь то любитель или же мастер спорта международного класса. По предварительным данным, все участие в турнире подтвердили уже порядка 40 человек, в том числе и чемпионы. Пройдут соревнования уже в эту субботу и продлятся один день. Регистрация участников пройдет в клубе «Первый шар» в 10.00. Вступительный взнос для профессионалов – 1000 рублей, для любителей – 300 рублей. Ожидается приезд из Ижевска, из Башкирии, городов ближайших. Я думаю, будет интересный, захватывающий. И всех желающих приглашаю на турнир, поучаствовать, попробовать свои силы. То есть здесь будет шанс сразиться. Можете попасть с чемпионом мира сыграть. Когда еще так? Даже проиграть чемпионом мира – это уже за счастье. Хорошая новость для всех любителей лыжных гонок. Стала известна дата проведения традиционного Нижнекамского лыжного марафона на председатель администрации города и спортклуба «Нефтехимик». Массовый забег состоится 12 марта. К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие допуск врача. Это юноши и мужчины от 14 лет и младше до 53 лет и старше, девушки и женщины от 14 и младше до 61 года и старше. В зависимости от возрастной группы спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 10, 15, 20 или 30 километров. Заявки на участие в марафоне принимаются до 10 марта. На электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на своих экранах. Дополнительную информацию ущите на официальном сайте спортклуба «Нефтехимик». Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 2 марта. Ночью 5 градусов мороза. Такая же температура сохранится утром. Будет пасмурно. Днем ясно – минус 1. Вечером пасмурно – 6 градусов мороза. Ветер южный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 83%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова